В череде предпраздничных мероприятий, посвященных 33-ю независимости Казахстана, заметным событием стал Айтез, прошедший сегодня в столице. На сцене Евразийского национального университета состязались 10 молодых Акхынов, а общий призовой фонд составил 1 миллион 200 тысяч тенге. Радмира Аубакир продолжит. Это первый республиканский Айтез, проведенный с начала пандемии. За звание лучшего Акхына-импровизатора боролись 5 юношей и 5 девушек из разных вузов страны. Среди участников песенных состязаний есть и уже именитые Акхыны, победители городских и районных Айтезов. После карантина все мы очень соскучились по таким крупным Айтезам. Хотел бы поблагодарить организаторов. Мы выступали на вольную тематику, поэтому я решил включить в свое выступление стихи про свободу и героев Жильтаксана. Отдалеть соперника, импровизируя на ходу, реагируя на его слова и настроение зала, испытания не из легких. Наверное, еще тяжелее было сегодня определить победителя. Но жюри, в состав которого вошли общественные деятели, депутаты, писатели и поэты, со своей задачей справилась. А одним из организаторов мероприятия выступило управление внутренней политики города Нур-Султан. Главная цель мероприятия – демонстрация национальных традиций и обычаев казахского народа, а также сохранение языка. Важно, чтобы молодежь знала свою культуру. Также мы хотим поддержать талантливых студентов. Победителей и призеров ждали не только аплодисменты и признания благодарной публике, но и солидные денежные призы и подарки. Ратмира Убакир, Айденбек Нургалиев. Итоги дня.